Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш телеграм-канал о Маркетс, где каждый день мы постим большое количество конкретных торговых рекомендаций и общие новостные сводки, которые также помогают принимать инвестиционные решения. Всем большое спасибо за фидбэк. Те, кто не оставляет обратную связь, имейте в виду, что у вас есть такая возможность, какие-то пожелания, наблюдения, рекомендации. Мы открыты к этим предложениям и готовы подстраивать, адаптировать контент именно под тот формат, который вы хотели бы видеть. Давайте вместе сделаем идеальный канал, где будет с лихвой информации по финансовым рынкам. Ну что ж, сегодня день уже будет не низко ликвидным, потому что после дня рождения Мартина Лютера Кинга, праничного дня в США, сегодня ликвидности восстановится. Поэтому волатильность, я думаю, что будет выше среднего. Готовьтесь, друзья. Точно нас ждут более интересные движения по рисковым инструментам. Ну и я надеюсь, что все-таки вот эта неоднозначная ситуация по доллару сменится более-менее однозначно. Хотя прекрасно понимаю, что сейчас вряд ли это произойдет. Нужно как минимум ждать январьское заседание, которое состоится 25-26 января. Сегодня и без доллара, опять же, есть на что посмотреть. Это, во-первых, данные по рынку труда Англии. В целом, вся эта неделя очень много отчетов по британской экономике и отчетов, которые повлияют на динамику фунта. Опять же, блок статистики по рынку труда сегодня, завтра данные по инфляции и под конец недели еще будут розничные продажи. В 10.00 сегодня что мы ждем по цифрам? Если посмотреть на прогнозы, которые имеют место быть в экономических календарях, то в целом статистика вряд ли разочарует. Собственно, так же, как и завтра, ждут от инфляции еще одного скачка роста, который, как мы уже знаем по опыту реакции прочих центральных банков на высокие значения инфляции, побуждают центральные банки говорить о неизбежном ужесточении монетарной политики. Поэтому, если обозначить цели, в принципе, по британской валюте, то с учетом вот этого локального фундаментального фона, с учетом ожидания сильных данных, с учетом потенциального роста инфляции и высокой вероятности того, что этот новостной фон повысит шансы на ужесточение монетарной политики уже под конец этого месяца на заседании, я думаю, друзья, что пара фунт-доллар сможет протестировать 1.37 и попробовать забраться еще выше. Общаясь со своими коллегами, есть среди них точка зрения, что пара фунт-доллар уже точно не отступит от вот этой траектории роста, пока не доберется до сопротивления 1.40. В какой-то мере с такой точкой зрения можно согласиться, потому что сейчас мы видим, что доллар ушел в сторону и дал возможность расти именно рисковым инструментом. Но сильно фонд я не верю, есть другие активы, которые мне кажутся более интересными, например, то же самое золото, но знаю, что многие из вас делают акцент на британскую валюту и сейчас хотели бы от меня услышать, как по нему действовать. Надеюсь, вы уловили мои сигналы и поняли, в принципе, на что сейчас лучше делать акцент. После данных по рынку труда индекс бизнес-оптимизма ЗЮ по Германии – важный релиз для европейской экономики и для евро. Европейская валюта сейчас котируется на отметке 1.1394. Я пока что еще склонен полагать, что локальных максимумов, которые мы можем увидеть, пара еще не достигла. Будет и уровень 1.1450 и 1.15, может быть, даже потенциально еще выше, потому что в ближайшие две недели я не жду, что доллар получит возможность индекс американской валюты восстановить свои позиции. И как минимум вот эта ситуация сохранится до появления следующего значимого фундаментального триггера по доллару – это январьское заседание, которое состоится в конце этого месяца. Но в отношении доллара, как вы наверняка помните, есть другая сделка, которую я держу – длинная позиция по паре доллар и иена, потому что здесь идеально читается контраст монетарных политик. Буквально сегодня Банк Японии провел очередное заседание, в котором, по итогам которого, сохранил все стимулы, которые действовали еще во время пандемии в прежнем формате, неизменными и на контрасте, опять же, с будущими изменениями курса Федрезерва. Пара уже сегодня получила солидную поддержку – около 50 пунктов. Сейчас уже в районе 115 йен за 1 доллар. Рост продолжится и, собственно, рекомендую ждать ее выше уровня 117. Золото – 1817,50. Здесь акцент на рыночное настроение, на индикатор Кайман. По-прежнему толпа сидит в продажах и в целом золото пока что не показало какой-то интересной динамики. Но, как правило, когда на рынках такой значительный перекос покупок и продаж, инструмент демонстрирует вялую динамику, и речь идет о полноценном, как говорят трейдеры, накоплении, которое в конечном счете реализуется именно против движения толпы. В данном случае цели 1840-1850, они по-прежнему актуальны. И рынок драгоценных металлов сейчас снова доказывает нам, инвесторам, что его можно покупать как гавань, как хедж против вот этих панических настроений и рисков, связанных с инфляцией. Тоже стоит отметить, что сейчас доходность американских облигаций находится на многомесячных максимумах 1,83%. Причем в нормальных условиях такая доходность трежерис могла бы оказать солидное давление на котировки золота. Но этого, друзья, сейчас не происходит, потому что в отношении золота фундаментальный фон пока что, как бы это странно ни звучало, сейчас не работает до тех пор, пока трейдеры все-таки не определятся, как действовать дальше по доллару. И еще один инструмент – это нефть. 8730 сейчас котировки, многолетний максимум. Пытаемся мы поймать вот это коррекционное движение, постоянно подтягиваем отложку. Сегодня ее также стоит поднять повыше, стоп с уровня 8640. Ждем начала реализации стратегических резервов Китая перед празднованием Нового года. И вот этот приток солидных объемов предложения все-таки, друзья, ну не может пройти бесследно для Brent и WTI. Поэтому коррекционное движение, оно уже давно назрело. Возможно, вот этот факт продажи станет триггером, спусковым механизмом, который отправит нефть на солидную коррекцию, что, собственно, мы и будем ждать. На этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!